«Кул хал ястауи الذина я'ламуна, والذина ла я'ламуна, иннама я тадаккару улюль-эльбаб». Да проявит Аллах к вам добро. Шейх да помилует его Аллах, сказал в Ар-Ресале Ас-Синния, когда упомянул хадис пророка «Да благословит его Аллах и приветствует» о хариджитах и о том, как они вылетели из религии, а также о его приказе убивать их. Если даже во времена пророка «Да благословит его Аллах и приветствует» и его халифов существовали те, кто вылетел из религии, несмотря на свои великие поклонения, что пророк «Да благословит его Аллах и приветствует», даже сказал убивать их, то понятно, что человек, который относит себя к Исламу и Сунни в эти времена, может покинуть Ислам и Сунну. Бывает так, что люди, не имеющие отношения к Сунни, говорят, что они из ее приверженцев. Но они не относятся к ней, что происходит по некоторым причинам. Среди них излишество, которое Аллах порицает в своей книге. Он сказал, Ему принадлежит то, что на небесах и то, что на земле, довольно того, что Аллах является попечителем и хранителем. Также нужно вспомнить о тех, кого сжег Али, да будет доволен им Аллах. Он повелел вырыть ямы рядом с воротами в Кинду, а затем бросил их туда после того, как дал им три дня на покаяние. Когда они отказались, он сжег их в огне. Все сподвижники сошлись на необходимости их убить. Только Ибн Аббас, да будет доволен ими обоими Аллах, посчитал, что их нужно убить мечами, а не сжигать. Таково мнение многих ученых, и эта история известна. То же самое и с излишеством в отношении многих шейхов, а также излишество в отношении Али ибн Аббиталиба, да будет доволен им Аллах. И в отношении Мессии, да благословит его Аллах и приветствует. Каждый, кто излишествовал в отношении живого или любого праведника, дав ему какую-либо долю божественности, говоря, «О Господин такой-то, прости меня, помилуй меня, помоги мне, надели меня пропитанием, не спошли мне помощь, на тебя я уповаю», совершает ширк. У произнесшего эти слова требует покаяния, если же он откажется, то его следует казнить. Они читают Кур'ан, и он не проходит дальше их лоток. Имеется в виду, что Кур'ан не доходит до сердец. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, повелел их убивать, так как они убивают мусульман. Каждого, кто убивает мусульман, следует убивать. Он сказал, если я их настигну, то убью их так, как были убиты Адиты и другие народы. Он также сказал, убивайте их, так как тот, кто убьет их, получит награду. Все это несмотря на то, что они также поклоняются и усердствуют в своих поклонениях. Суть в том, что эта ситуация с хариджитами служит доказательством законности обвинения в неверии и тому подобном отдельных людей или отдельных групп людей. В данном случае тех, кто обладает указанными качествами. Если они обладают этими качествами, то это и есть обвинение конкретных людей в неверии, которое видно из повеления их убивать. Автор также говорит об истории Али, да будет доволен им Аллах, с крайними рафидитами, последователями Абдуллаха ибн Саба. Он был основателем течения. Иудей, который пришел из местности Сана во время правления правителя правоверных Усмана, да будет доволен им Аллах. После этого этот человек поднял смуту вокруг Усмана, и в итоге они зажали его в своем доме и убили. Все это произошло по причине слов этого грязного человека. После того, как халифа убили, он начал говорить, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, завещал власть Али ибн Абиталибу. Он говорил, каждый пророк после смерти оставлял наместника, а наместник пророка Али. Но сподвижники скрыли это и заставили его молчать. На этом появилась религия рафидитов. Многие предводители рафидитов сами знают, что все их убеждения – ложь. Но они видят в них пользу для себя, так как они могут воевать с исламом и мусульманами. По этой причине они остались с этими убеждениями. Хоть они сами не убеждены в них, не любят Ахлюльбейд и не почитают их. Их цель – мирские блага. И это видно из их правил, их книг и их собственных слов. Они убивали Ахлю Сунна во все времена и во всех странах. И они являются их врагами на самом деле. Эти люди обратились к Али, да будет доволен им Аллах, с явным неверием и вероотступничеством. Они пришли к Нему и сказали «Ты – Он». Он спросил «Горе вам, кто я?» Они ответили «Ты наш Господь и наш Бог». Он сказал «Горе вам, это неверие, если вы не откажетесь от своих слов, то я убью вас». Они пришли к Нему на следующий день и не отказались от своих слов. Тогда он разгневался за Аллаха, велик он и возвышен, и приказал вырыть ямы, разжег там огонь, и тех, кого они смогли поймать, бросали в ямы. Некоторые убежали, и тот мерзавец также убежал. Они не смогли казнить его. Суть в том, что все сподвижники, Али и те, кто был с ними, единогласно решили, что их необходимо убить. Единственное, в чем были разногласия, это способ убийства. И только Ибн Аббас счел, что не следует убивать их огнем, приводя слова пророка «Да благословит его Аллах и приветствует», огнем может наказывать только его Господь. Велик он и возвышен. В Сахихе передается, что один человек женился на бывшей жене своего отца. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, отправил к нему человека со словами «Иди и сожги его». Позже он позвал его к себе и сказал «Нет, просто убей его». В другом хадисе говорится, что он пришел к отряду и сказал «Если вы найдете такого-то, то сожгите его». Затем послал к ним со словами «Я приказал вам сжечь его, не делайте этого, а только убейте. Огнем может наказывать только его Господь». Таковым было доказательство Ибн Аббаса. Абубакр тоже сжег одного мужчину, которого он застал замужеложеством. Они говорят, что такой человек может войти в город только по его желаниям. Также ничто не может выйти из города без его желания. Все это ненужное излишество. Когда такие вещи проявляются, не молчи, напоминай, указывай. Недавно, год или два тому назад, была напечатана одна книга «Опровержение течению Ащибли» одному из суфистов. Этот человек достаточно известен. Проблема в том, что редактор упомянул биографию Ащибли. В его биографии говорится, что этот человек говорил «Аллах дал мне прочесть хранимую скрижаль, и если бы я пожелал, то сообщил бы, кто будет в раю, а кто в аду». Также он говорил «Если бы не уважение к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, то я сказал бы то-то и то-то». И произнес очевидное неверие. При этом редактор промолчал и ничего не сказал об этих словах. Когда он рассказывал об этих словах, он обязан был сказать «Это неверие в Аллаха» и отказ принимать свое положение человека как раба. Те люди подобны этим. Все это – ненужное излишество и неверие в Аллаха. Но другие люди говорят, что все то, что они о себе рассказывают, – это чудеса. Караматы. Аллах велик Он и возвышен, знающий сокровенное. Скрытое на небесах и на земле знает только Аллах, велик Он и возвышен. А этот заявляет, что знает, кто будет в раю и кто в аду, что Аллах дал ему прочесть хранимую скрижаль. Это, если он действительно так говорил, возможно, это ложь. Аллаху известно лучше. Автор говорит, что такое вероотступничество проявляется у множества людей. Например, они идут к могилам уважаемых ранее людей и совершают там ширк. Могил сейчас множество. Их и раньше было много, и люди всегда были привязаны к могилам. Куда бы ты ни пошел, на восток, на запад, на юг, на север, в любое место, везде, а особенно, к сожалению, в странах мусульман, ты увидишь там людей, которые поклоняются могилам. Некоторые люди пытаются так сильно получить что-либо из этого мира, и как скверно их положение. Другие же действительно верят, что они могут им чем-либо помочь или навредить. Все они впали в излишество. Излишество – это переход границ, которые установил Аллах. В чем состоят границы рабов Аллаха? Вы не знаете? Они объемлют все то, что помогает им быть рабами. Все сыновья Адама – рабы Аллаха. Если кто-либо выходит из этой границы, то он становится тагутом. Если человек будет отрицать, что он раб, то станет ли он Господом или Богом? Нет, он станет тагутом. То, что человек – раб, означает, что он должен вести себя, как раб Аллаха. Раб – это не только название. В языковом значении слово «абд» – «раб» имеет два смысла. Раб – в значении подчиненного и униженного человека, что касается всех творений. И раб в значении поклоняющийся человек смиренный и униженный перед Аллахом. Именно второй вид рабства поощряется. Суть в том, что если человек попросит у другого творения то, что можно просить только у Аллаха, то он станет многобожником и станет неверным. Если же какой-то человек совершит неверие, то ему необходимо разъяснить это. Если он не был знающим. Если же он продолжит, тогда в отношении него выносится решение о том, что он многобожник. Если он был мусульманином, то ему необходимо сказать, «Если ты не откажешься от своих слов и дел и не покаешься, то мы убьем тебя». Конечно же, убить может не каждый. Убивать должен предводитель или его заместитель. Шейх здесь рассказывает о том, что сам знает. Он рассказывает, говоря, «О, господин такой-то, прости меня». Иногда эти люди одеваются в лохмотье, возвеличивая их объект поклонения и выражая свою смиренность и униженность. Они говорят, «Надели меня пропитанием, не спошли мне помощь, дай мне то-то, я в твоем подчинении, у меня нет никого, кроме тебя», и другие слова, которые можно посвящать только Аллаху, а не творению, так как творения ничем не владеют. Они лишь пыль, еще более презренная, чем те, кто взывает. Но все творения унижены перед Аллахом, велик Он и возвышен. Все должны быть Его рабами и поклоняться Ему. А если одни будут поклоняться другим, то именно это Аллах, велик Он и возвышен, нам запретил. У многобожников, причисляющих себя к исламу, требует покаяния. Если они откажутся, то их следует убить, как вера отступников. Аллах же, причистенный возвышен, отправил посланников и не спасал книги для того, чтобы все поклонялись Ему одному, у которого нет сотоварища. Сама просьба о помощи, о благе и спасении от зла является поклонением, и это поклонение может быть посвящено только Аллаху, велик Он и возвышен. Да проявит Аллах к вам добро. Аллах отправил посланников и не спасал книги для того, чтобы все поклонялись Ему единому, у которого нет сотоварища и не делали богов наряду с Ним. Неужели Он умрет, а затем может ожить? Они до сих пор верят в эти глупости. Они поклоняются Мессии, да погубит их Аллах. До чего же они отвращены от истины? Они зовут людей к этому поклонению, к многобожью. Излишество свойственно христианам, а черствость — иудеям. Иудеи впали в черствость по отношению к Мессии, а христиане — в излишество по отношению к Мессии. Иудеи сказали, что Он — сын прелюбодейки, и обвинили Его мать в прелюбодеянии, да погубит их Аллах и да проклянет. А христиане, что Он — Бог или Сын Бога. Возвышен Аллах и Свят. Они говорят, что их трое, и говорят, что Дух вошел в плоть, то есть Бог вошел в человеческое тело. Из этой общины также есть те, кто говорит подобные слова. Это причина, по которой шейх начал говорить о Мессии. Ведь он сам видел тех людей из этой общины, которые говорят, что Аллах в своих творениях. Другие говорят, что Он объединился со своими творениями. Объединение хуже, чем простое проникновение, так как объединение значит, что две вещи стали единым. Ибн Араби сказал, «Раб — Господь, и Господь — Раб». О горе мне, но кто стоит в ответе? Если скажешь «Раб», то есть «Господь», а если «Господь», то перед кем Ему отвечать? Так он барахтался в собственных сомнениях и заблуждениях. Он также говорил все слова, что произносятся в мире — его слова, вне зависимости от того, проза это или стих. То есть и проза, и стихи, и лай собаки, и рев осла — это речь Аллаха, как они считают. Да погубит их Аллах. До чего же они отвращены от истины? Эти говорят, что Аллах во всем. Единственное, что отличает христиана от них, это то, что христиане считают, что Аллах был только в одном человеке, а эти — что во всех. Это неверие. Никто не говорит о том, что это не неверие. Если человек действительно убежден в этом, то он неверный. Эти люди также поклоняются ангелам и идолам, и они не убеждены, что те творят творения, управляют миром, не спосылают дождь, оживляют и умерщвляют. Никто не убежден в этом. Никто и никогда не думал, что у Аллаха есть сотоварищ, который соучаствовал бы в творении небес и земли. Эти язычники лишь говорят, что они приближены к нему. Мы видим это среди царей и великих людей. Если человек хочет от них что-либо, то ищет пути к ним через его приближенных, которые часто находятся рядом с ним и могут заступиться за него. Если они заступятся за него, то тот получит то, что хочет. Они говорят, что мы по отношению к Аллаху занимаем то же самое место и сравнивают положение Господа миров с положением этих слабых творений. Они поклоняются им только на основе этого сравнения или слепого следования предшественникам без никакого размышления. Суть в том, что многобожье случается очень часто во многих общинах после Нуха, мир ему. И так будет до самого конца. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Мне были показаны общины в том виде, какими они придут в судный день. Я увидел пророка, за которым последовали несколько, от трех до девяти человек. Я видел человека, с которым были один или два последователя. То есть пророк приходит к народу, и за ним не следует никто, кроме одного или двух человек. Я видел мужчину, с которым не было никого. Лут, мир ему, пришел к своему народу, и за ним не последовал ни один человек. Он вышел из города, и даже жена не последовала за ним. Только дочери остались с ним. Всех их погубил Аллах. В судный день пророки придут одни, если никто при жизни не откликнулся на их призыв. В чем смысл этих слов? Он состоит в том, что большинство людей погибнет. На это, очевидно, указывает хадис из сборника Сахих, в котором говорится, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, когда прочитал аят, «О люди, бойтесь вашего Господа!» Воистину, сотрясение часа является ужасным событием. В тот день, когда вы увидите его, каждая кормящая мать забудет того, кого она кормила, а каждая беременная женщина выкинет свой плод. Ты увидишь людей пьяными, но они не будут пьяны, зато мучения от Аллаха будут тяжкие. Он сказал, «Знаете ли вы, когда это случится?» Сподвижники ответили, «Аллаху и его посланнику известно лучше». Он сказал, «Это будет тогда, когда Аллах вслух воззовет к Адаму. О, Адам, выведи обидателей огня из своего потомства». Он спросит, «О Господи, а кто войдет в огонь?» Он ответит, «999 из каждой тысячи». Сколько остается? Один. Все потомки Адама будут в огне, кроме одного из каждой тысячи. Сподвижники тогда спросили, «Кто из нас будет тем единственным?» Он сказал, «Радуйтесь, ваше количество подобно черному волоску на теле белого быка или белому волоску на теле черного быка». В другой достоверной версии говорится, «Радуйтесь». Один будет из вас, а 999 из племени Яаджуч и Маджуч. Яаджуч и Маджуч также относятся к потомкам Адама. И все они неверны. Суть в том, что подавляющее большинство людей погибнет. Большинство людей в аду. Всевышний сказал, «Большая часть людей не уверует, даже если ты страстно будешь желать этого». Прибегаем к Аллаху от этого и просим у Него спасения и благополучия. Так как же человек может гордиться своим большинством и приводить это в качестве аргумента? Нельзя так делать. Человек должен всегда искать истину и следовать ей, если найдет. И никогда не гордится количеством. Да проявит Аллах к вам добро. Подобным мессии, ангелам и идолам никогда не верят в то, что они творят создания, не спосылают дождь и выращивают растения. Они поклоняются им, их могилам и их изображениям, говоря, «Мы поклоняемся им только для того, чтобы они приблизили нас к Аллаху как можно ближе». Они говорят, «Они наши заступники перед Аллахом». Аллах отправил своих посланников для того, чтобы запретить всем взывать кому-либо помимо Него, ни в качестве поклонения, ни прося о помощи. Всевышний сказал, «Скажи, взывайте к тем, кого вы считаете богами наряду с Ним. Они не властны отвратить от вас беду или перенести ее на другого». Здесь все очевидно. Единственное, о чем следует упомянуть, это разделение мольбы на мольбу поклонения и мольбу о помощи. Прошение о помощи само по себе поклонение. К тому же, прошение о помощи – это и есть мольба. Здесь имеется в виду конкретный вид мольбы. Мольба об избавлении от дурного. Мольба во всех ее проявлениях является поклонением. Сейчас есть такое разделение, как мольба поклонения и мольба просьба. Такое разделение сейчас более известно. Под мольбой просьбой имеется в виду мольба и просьба о чем-либо конкретном. «О, Аллах, дай мне то-то, дай мне рай» и так далее. Нет сомнений, что это является поклонением. Что касается мольбы поклонения, то сюда относятся все виды поклонений. Сюда относятся намаз, пост, хадж, милостыня, чтение Кур'ана, поминание Аллаха и все остальное. Все эти виды называют мольбой поклонения. Так как человек совершает эти деяния, поклоняясь Аллаху, надеясь на его награду и надеясь на то, что Аллах спасет его от своего наказания. Поэтому все, что человек делает, ожидая награды и боясь наказания, является мольбой и поклонением. Итак, мольба-просьба имеет более узкое значение, чем мольба поклонения. Что касается мольбы о помощи, то она имеет еще более узкое значение, так как обозначает мольбу о спасении от беды. Мольба к мертвым относится именно к этому виду. «Да проявит Аллах к вам добро». Всевышний сказал, «Скажи, взывайте к тем, кого вы считаете богами наряду с ним. Они невластны отвратить от вас беду или перенести ее на другого». В этом аяте «скажи, взывайте к тем, кого вы считаете». Слово «считаете» указывает на ложность их предположений. Вы считаете, что к ним можно взывать, но к ним нельзя взывать, так как они всего лишь рабы. Арабский глагол «заама», который означает «считать», «возомнить», в Куране чаще всего означает ложные убеждения. Неверующие полагают, что они не будут воскрешены. «Скажи, напротив, клянусь моим Господом». Таким образом, этот глагол не используется в отношении достоверных убеждений. «Скажи, взывайте к тем, кого вы считаете богами наряду с ним. Они не властны отвратить от вас беду или перенести ее на другого. Они не могут избавить от беды, не могут ее перенести и даже не могут облегчить. В таком случае, в чем польза поклонения? В мольбах к ним нет никакой пользы. Один лишь вред – предавание Аллаху со товарища. Все мольбы должны быть обращены к одному Аллаху. Велик Он и Возвышен». Некоторые предшественники сказали, «Люди раньше поклонялись Мессии, Озейру и Ангелам». Конец слов шейха. Затем он, Велик Он и Возвышен, упомянул аяты. Имеется в виду аят, в котором говорится об опровержении тем, кто поклоняется Мессии и подобным ему. Были люди, которые поклонялись джиннам. И джинны приняли ислам и сказали тем людям, «Те, кому вы взываете помимо Аллаха, сами поклоняются Ему, приближаясь к Нему и соревнуясь в том, кто ближе». Это тем более очевидно в случае с ангелами, Мессией и Озейром, так как они рабы Аллаха, которые сами усердно поклонялись Аллаху и боялись Аллаха и Его наказания. Как можно им поклоняться? Раб молится Аллаху, а люди молятся этому рабу. Это заблуждение. И сказал, «Поклонение единому Аллаху, у которого нет сотоварища, является основой религии, и это единобожье, с которым Аллах отправил посланников и не спасал книги». Всевышний сказал, «Мы отправили каждой общине посланника, поклоняйтесь Аллаху и избегайте того-то». Всевышний также сказал, «Мы не посылали до тебя ни одного посланника, которому не было бы внушено. Нет Бога, кроме меня, поклоняйтесь же мне». Это значит отрицание любого вида поклонения не Аллаху. Никто из творений не имеет права совершать поклонение другому творению. Никто не имеет права говорить, «Я взываю, чтобы приблизиться к Аллаху». Аллах Великон и Возвышен говорит, «Мы отправили каждой общине посланника, поклоняйтесь Аллаху». То есть все посланники говорили своим народом, «Поклоняйтесь Аллаху». Их слова, «Поклоняйтесь Аллаху и избегайте тагута», эти две вещи обязательны. Поклонение Аллаху и сторонение тагута. Тагут – это все, чему поклоняются помимо Аллаха. Как сказал имам Малик, другие возразили ему и сказали, что здесь необходимо уточнение. Тагут – это все, чему поклоняются помимо Аллаха в то время, как он доволен этому поклонению, либо если оно неживое. От неживого объекта не требуется довольство тем, что ему поклоняются. Иногда помимо Аллаха поклоняются Мессии, Аузейру, и они не были довольны этим, поэтому эти двое не могут быть тагутом. Тагут – это шайтан. От Умара передается, что он сказал, тагут – это шайтан. Это потому, что именно он повелевает людям поклоняться кому-либо помимо Аллаха. Ибн-Уль-Кайям определяет тагут, как все, посредством чего человек приступает к границу в поклонении, следовании или повиновении. То есть тагут проявляется в трех вещах поклонении, следовании и повиновении. Как уже говорилось, под преступлением границ имеется в виду нарушение границ рабства человека. Если что-либо выводит его из этих границ, то становится тагутом. Итак, тагутов очень много. Все, что сбивает человека с пути поклонения Аллаху, то является тагутом. Все, что сбивает человека с пути поклонения Аллаху, то является тагутом, вне зависимости от того, сбивает ли оно его силой или призывом или чем-либо еще. В предисловии к Сахиху Муслима рассказывается, что однажды Али Ибн Абиталиб проходил мимо людей, которые играли в шахматы. Он спросил, что это за извояние, которым вы предаетесь? Раньше оно состояло в том, что поле чертили на земле, а играли камешками и тому подобное. Сейчас мне некоторые рассказывают, что на кружках Кур'ана некоторые расстилают кусок ткани, на котором играют теми же камнями. Все, что отвлекает от поминания Аллаха и от поклонения Ему, относится к этим вещам. Тагутом. Человек не создан для игр, он создан для поклонения Аллаху. Поэтому Алида будет доволен им Аллах, так сказал, ведь это сбивает и отвлекает от поминания Аллаха. По этой причине он сказал им, как будто они поклоняются не Аллаху. Суть в том, что все, что сбивает с поклонения Аллаху, входит в упомянутое определение. Вне зависимости от того, преднамеренно ли оно сбило человека или нет. Например, если оно неживое. Сегодня пришло новое испытание футбол, который овладевает сердцами молодежи, доходит до такой степени, что человек в намазе во сне днем всегда думает о нем. И, возможно, перед смертью он будет думать также о нем. Это беда. Если человек не поклоняется Аллаху, то он непременно будет поклоняться другому. Сердце не должно преклоняться и поклоняться перед чем-либо. Сахихи Аль-Бухари, пророк да благословит его Аллах и приветствует, говорит, сгинул раб Динара, сгинул раб Диргама, сгинул раб своей одежды. Поклонялся ли он Динару или Диргаму или своей одежде? Он совершал поклоны, молился им? Конечно же, нет. Но он совершает дела ради него, так и со всем остальным. Если он совершает деяния ради чего-либо, то он становится его рабом. Поэтому сердце не должно преклоняться ни перед кем, кроме Аллаха. Сердце должно быть привязано к Аллаху, велик Он и возвышен, дабы преуспеть. А преуспеть может только здоровое сердце, как сказал Всевышний, кроме тех, которые предстанут пред Аллахом с непорочным сердцем. Здоровое сердце это то, что избавилось и спаслось от ширка и привязанности не к Аллаху, велик Он и возвышен. Поэтому человек должен стараться освободить свою душу, так как он будет взят за свои деяния. В судный день Аллах, велик Он и возвышен, обязательно спросит у него о его деяниях на соответствие тому, с чему пришел его посланник. А от этого зависит все остальное. Далее он говорит, мы отправили каждой общине посланника, поклоняйтесь Аллаху и избегайте того-то. Посланники не приходили с иной целью, все они призывали только к поклонению Аллаху. Не будет над ними ни суда, ни мучений. Кто воплотит себе единобожье, войдет в рай без расчета и наказания. Людей будут судить в соответствии с их деяниями, их деяния будут взвешены. Если их весы, весы их благодеяний будут тяжелы, то они будут счастливы. Если же чаша благодеяний окажется легкой, а грехов тяжелой, то обладатели этих деяний будут несчастны. Нет третьего пути. Люди разделятся только на две группы счастливые и несчастные. Именно поэтому есть только две конечных обители для всех людей – ад и рай. Нет третьего места. просим у Аллаха спасения. В огонь войдет большое количество людей из единобожников, но затем они выйдут из него в соответствии со своими делами. Об этом приводится множество хадисов от посланника Аллаха. Да благословит его Аллах и приветствует. Поэтому этот вопрос относится к категории мутаватер, то есть переданным от большего числа передатчиков. В этих хадисах говорится, что час людей войдут в огонь, а затем выйдут из него. Что же касается неверных и вероотступников, то они никогда не выйдут из него, пока существует небеса и земля. Но верующие, которые совершили большие грехи и умерли, не покаявшись, если пожелает Аллах, войдут в огонь, но он может и простить, если пожелает, и не накажет. Все зависит от Аллаха. Закончим на этом. Аллаху известно лучше, да благословит Аллах и приветствует своего раба и посланника нашего пророка Мухаммада. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok